Вы хотели видеть мою жертву? Вы обещали показать мне свою работу, а вы свободны? Да, конечно. А вы где родились? В Петербурге. А получили образование? В консерватории? Ну, а пожалуй, это будет неинтересно. Ну, почему? Я, правда, деревню не знаю, но я очень хорошо прошла. Здесь дом не может быть стол в комнате Ивана Петровича, когда я утомлюсь, свершенно, до полного отупения, бросаю все мне бы сюда, и вот забавляюсь этой слухой тебя с другой. Ивана Петровича в слухом цена щелкает на счетах, и я вот сижу там за своим столом и мажем. Ивана Петровича в Северчок. Да, но это удовольствие позволяющей нечасто, всего раз в месяц. Смотрите, да. Вот картина нашего уезда, каким он был 50 лет тому назад. Темная и светло-зеленая краска показывает леса. Видите, больше половины всей площади заняты лесами. Где по зелени положена красная сетка, тут водились козы, ось, ну, тут я показываю флору и флору. Вот на этом козере водились кучи, лебеди, утки. И, как говорят старики, птицы, всякое было, видимо, не видимо, и носился на дочь. Помимо сел, перелени, видите, там из-за разборства хутар, лошадь, расходящийся пиводи, лебеди, лебеди. Ой, рога-то воскатаялся, где было много. Ну, вот, голубой краски нет. Вот в этой волосе краска легла особенно густо. Здесь, здесь проделись целые дубуны. На каждый двор приходилось под плену лошадь. Посмотрим теперь, ниже. Картина нашего уеда, как его ромку, 25 лет назад. Ну, тут уже подписан только. На третьей площади коз уже нет, но лоси еще есть. Темно, зеленая, голубая краска уже бледнее, ну и так далее, так далее. Переходим к третьей части. Картина нашего уезда настоящая. Зеленая краска лежит уже кое-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде-кде. Исчезли и лоси, и лебеди, и глухари. И от прежних Высинцевских, и тот фамилиец уже свидания. Это, в общем, картина постепенного и несомненного вырождения, которому осталось, например, 10-15 лет, чтобы знать было. Ну вот вы скажете, здесь культурное влияние, что старая жизнь должна на ее место уступить, место новое. Я понимаю, понимаю, что на месте вот этих истребленных лесов пролегли бы шоссе, железные дороги, привезли бы заводы, фабрики, школы. Но здесь... Здесь-то ничего подобного. Вы ездите за болота, те же комары, тоже бездорожье, и щита, тиф, дефтерит, пожары. Тут мы имеем дело с вырождением вследствие непосильной борьбы за существование. Врождением от косности, от невежества, от полного отсутствия самосознания, когда голодный, осябший, больной человек, чтобы сохранить остатки своей жизни, чтобы сохранить жизнь своих детей, хватает за счет, чем только можно удалить голод, согреться. Расрушено уже практически все, а взамен... Взамен не создано ничего. Простите, я под глазами верю, что вам неинтересно. Но я так мало это понимаю. Ну что, значит, здесь и понимать ничего. Просто неинтересно все. Откровенно говоря, мысли мои не тем заняты. Ну, простите. Мне нужно сделать нормальный допрос, но я смущу, а я не знаю, как начать. Допрос? Ну, допрос, но довольно невинный. Сядем. Дело касается одной молодой особи. Мы будем говорить как приятели, как честные люди, безуменимые. Поговорим, забудем о чем-нибудь, да? Да. Дело касается моей почвецы, Соня. Она вам нравится? Да, я ее уважаю. Она вам нравится как женщина? Нет. Еще два присутствия, наконец, забудем. Ничего не замечательного. Ничего. Вы не любите ее. Я по глазам уже. Она страдает, поймите. Не перестаньте младить. Время мое условно, и метр да капитатный. Я так волнуюсь. Вот протащил на землю тысячу воду. Ну и слава богу, выучили. Поговорили, забыли о чем лечь. Вот умный человек, вы поймете. И уезжайте. Ой, я даже красный все оставала. Нет, но... Если вы мне сказали месяц, два назад, то я, пожалуй, подумал. Но теперь... Нет, конечно, если что, не страдайте. Конечно, не страдайте. Я... А зачем вам этот запрос? А вы? Хитроя. У-у-у-у-у. Хитроя. Хитроя. Ну, положим. Что вы сказали? Я буду этого. Попускаю. А зачем? Зачем же мама? Гамаль, я виделась с такой неправильностью. Вы отлично знаете, зачем мне было здесь каждый день. Зачем она диктала. Глупый лава. Вы это отлично знаете. Хищница, милая. Не смотрите на меня так. Я старый воробей. Хищница? Я ничего не понимаю. Красивый. Мужчинец. Хорел. Вам нужно жертвы. Ну, вот я уже целый месяц ничего не требовал. Прошу, все же, надо еще. А с вами ужасно нравится. Ужасно. Ну, что ж. Я бы даже сделал, а вы это знали без допросов. Да, да, да. Вы что-то покоряете? И на тебе что-то. Да вы с ума сошли? А вы застините. Я лучше и выше, чем вы думаете. Придусь, папа. Да, слушай, я думаю, возить больше не буду. Более скорее, когда мы увидимся. Голее скорее, сюда будут боюсь. Какая чудная, но спускай. Один поцелуй. Дело в том, что жарко. Оставьте. Клянусь вам. Зачем, краски, маник? Не стыдно. О, как не вернуйте. И руки, так надо просили. Оставьте. Пощадите. Нет. Вы нам увидите. Видишь, что это не из бес. Вы должны видеть. Приезжай сюда, по местечеству и с садом. Приедешь? Пустите! Пустите! А сегодня, уважаемый Иван Петрович, погода не дурна. Утром было паспорно, как будто на дождь. Это и солнце. Да. Это по правилам, если вы садитесь. Прекрасно. Да, и озеро. Озеро. Прекрасно. Вот так и что дни, короткие стали.